Дальнобой по Португалии. Кроме дальнобой, я только вам снимаю туалет и как жрать готовим. Так, сегодня картошка будет. Это вот окорочка, ножки. В общем, они обжарены, лук обжарен, водички налил. Сейчас все это дело маленько покипит. Бульончик вкусный сдаст. Здесь у нас картошка потом пойдет следом. Здесь у меня лук. Чтобы был вкусный салат, нужна правильная заправка. Вот лук сейчас в этом маринаде стоит будет невероятно вкусным. Сюда я положил, как я сказал, чеснок, оливковое масло, уксус 5% немножко, перец и немножко сахара. Сахар и кислое, они создают вот такую, ну, очень классную вкушарную гамму. Будет вообще супер. Ну, сюда же сейчас вот так вот помидорчики сверху выложу и все. Потом, когда будет готово, помешать. И все. Вы думаете, все, какой там газ кончился. Но есть такая беда, ведь на 24 вольта очень штука классная. И это... Сейчас у нее все это доготовится на этих... Ну, подкуриватель просто ее туда вставляешь и все. Слушайте, может быть, даже и все уйдет. Хотя не уверен, конечно. Не уверен. В общем, сейчас нам впереди. Я просто все покажу. Тут вошло. То есть мы сейчас это приготовим, поедим. Потом сюда, туда же надо ложим и остальное приготовим. Ну, вот получилось так. Значит, надо всегда иметь альтернативное что-то. Вот, повезло. Классная вещь. Когда моешь, я обязательно стираю футболку и плавки. У меня нет таких объемов, знаете, чтобы это копить. В стиральной машине можно было потом все стирать. Но нет у меня таких объемов. В общем, когда едете, по сути, немного-то вещей надо. Там сумку, там, мне кажется, вот так вот на месяц поехать. В дальнобое, летом, жара. Тут, прикиньте, Испания. Сейчас тут просто жарко. Вот, футболка, это первое вообще. Ветерной раз-две в день, наверное, можно менять. Я бы, наверное, футболок 7-8 взял бы. Если вам не лень стирать. Ну, плавок, там, штук 5. Да и хватит, наверное, за глаза. Мне кажется, элементарно в дороге соблюдать какие-то правила гигиены. Это просто элементарно. Взять, постирать, за собой. И все. Я вообще не понимаю там мужиков. Я вот был на базе, они с баулами с такими стоят, шмутер. В чем они ходят? В дочекабану, чтобы перед кем выпендриваться. У меня я вообще езжу в домашних шортах. Ободранных каких-то весь. Ну, просто там жуть. Но мне в них удобно. А мне главное удобно. А я все равно сижу из машин, то я не выхожу, по сути. Ну, где я выхожу на базах, где такие же красавцы, как и я. Особенно Румыния. Здесь вообще не перед кем выпендриваться. Третьи сутки сидим. Смотрите, вышел погулять. Ну, зона-то, сами видите, какая, да? Этот, крест. Вообще натуральный крест. Не вот эти крестики какие-то. Ну, здесь реально кто-то погиб, наверное. И вот мы сидим уже третий сутки. И нам говорят, давайте, терпите, пацаны. Скоро, наверное, будет какой-то груз. Вот считайте, у нас уже 48 часов прошло. Третьи сутки пошли. Вот такие дела. Везде собаки. Вот точно так же, как у нас. Знаете, вот эти шавки разные. По пять, по шесть штук окраняют какие-то здания. Вот тоже заброшка какая-то. Я не знаю. Я вот вообще не отличаю это все от 90-х. Вот этот вот бардак. Вот это все просто жуть. Вот такие вот все дороги. Это вот националы. Это еще хорошая дорога. Вообще, надеюсь, я вам еще успею показать, по каким дорогам я сюда приехал. Просто не всегда получается снимать, когда за рулем. Естественно, я телефон не беру. Ну, а когда отдыхаешь, блин, ничего интересного нет. Как всегда, да? При въезде в Лидл, вот эту базу румынскую, смотрите, видите, какие-то фрукты. Сейчас я один съем на свой страх Риш, потому что я вчера съел. И сто лет не вылазил. Вот такие вот. Похоже, то ли на сливы. Наверное, больше на сливы. Дикие, наверное, какие-то. Ну, что, вкусные? Только мыть надо. Не забывайте мыть. Скажите мне, на каких машинах должны ездить румыны? Я вам сейчас покажу на каких. Только на таких. Все-таки граф Дракула дала себе знать. Смотрите, какие колеса. На колесах какие болты не эти, но сейчас и будут вот эти. Крутизна, да? Если что, можно вбить в сердце. Как раз-то есть еще и такие городишки здесь. Я уже не думал, симпатичные такие. Вот такой красивый город, кстати, оказался. Я еще думал, снимать, не снимать. Там вот эти дома частные идут. Но он реально какой-то... Мне кажется, Австрия какая-то похожа. Что-то из этой серии. Ну, смотри, как красиво вообще. Все дома разные. Вообще здорово. И он такой уютненький. Он вообще не похож на румынские города. А я посмотрел в цыган. Оказывается, цыган-то не так много. Всего 3,3% цыган. 80 с чем-то процентов это все-таки румын. Ну, вот цыганочка идет. Ну, просто уютный городишко такой. Я бы здесь вот как турист. Да, и чистый. Да, и чистый. Это вообще удивляет. Вот после сколько мы тут? Три дня? Я прям вообще в шоке, если честно. И тут, смотри, какая природа классная. Горы обалденные, чисто. Он прям такой курортный какой-то город. Может быть, где-то тут отдыхает дебой. Может быть. Я удивлен. Мы еще до этого ехали сколько, да? Видел же дома какие-то. Хорошие частные дома. Слава. Виды супер, конечно. Мост древний какой-то. Закрытый. Может, римский какой-нибудь. Их же тоже дофига римских мостов. Их закатали в асфальт же тоже очень много. В Португалии там один упал. Работают, работают. В Португалии один упал. И вот это Румыния мне нравится. Это, кладбище. Смотри, кладбище огромное. Это церковь, кладбище. Ну, памятники. Они же эти, они, это, не католики, они христиане же, по-моему. Кладбище. Кладбище. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добавил DimaTorzok Что за кресты? Это какой-то мемориал Мне очень жаль, что я не снял дорогу, по которой мы ехали в Румынию И сейчас вам показываю только эту, когда мы возвращались Это более цивилизованное, но все равно вы можете иметь представление, каковы дороги в горах в Румынии Это очень опасно, прям реально Мы ехали под дождем У нас была машина почти 40 тонн, 34 900 И выносила очень круто задние колеса Прям на очень крутых, не на таких еще круче поворотах Я фотографию постараюсь вам приклеить, скажем так, к этому видео Может быть чуть выше, где я уже ехал А здесь уже более цивилизованно, асфальт получше, разметка даже есть Ну, в любом случае страшновато, ребята И все время на тормозах Вниз, когда машина груженная, ну, опасненько, скажем, ехать Вверх более, ну, просто, что ли Она гребет и гребет, а вниз нет И, ну, раз, если вы не будете поторможивать или соблюдать скорость нормально Вы машину просто не остановите, она уйдет куда-нибудь там в пусты Дай бог в пусты Редактор субтитров А.Семкин Из Румынии так же выезжать через погранцов Народу дофигища Здесь грузовые, вон, легковые Вообще народу тьма Нагло влез Здесь, блин, подрезали То есть я здесь понимаю Вообще въезд в Европу, по сути, получается Сейчас их поставили, как цепных псов Значит, они типа на воротах Европы С восточной на западную Все, проехали Так как машина пустая, заставили открывать и смотреть, да? Убеждались В том, что правда или нет А если бы документы были на товар, наверное, так бы и проехали, да? Не, они были Но они там никого не вскрывали, только нас Да здравствует Венгрия Ура! Все Здесь сразу встречают прекрасные дороги Они по частному сектору, блин Так мы заехали Просто вообще ништяк Просто вообще ништяк Просто вообще ништяк